Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Продолжаем следить за основным новостным фоном, который складывается на финансовых рынках и, соответственно, отслеживаем поведение активов, имеющих важное значение для нас, как для спекулянтов. У нас есть традиционный набор активов, которых я стараюсь касаться каждый день, особенно если есть какой-то стоящий информационный повод, чтобы сделать это. Ну, какие-то инструменты иногда приходится опускать, потому что либо нет новостей, либо ничего не меняется, а повторить одно и то же не хочется и хочется. Сегодня, друзья, с вашего позволения, я хочу подробнее остановиться на том, что происходит с долларом, на том, что происходит с евро и с британцем, поскольку эти инструменты у нас с учетом того насыщенного календаря, по последующим в рамках этой недели торговым сессиям, обещают показать очень хорошее движение, к которым мы должны быть готовы. К волатильности, конечно же, всегда нужно готовиться. Самый лучший, скажем, подход для того, чтобы не допустить никаких форс-мажорных проявлений в депозитах, в капиталах – это контроль рисков. Я также делаю акцент на это, друзья, каждый день. Надеюсь, что этим правилом вы не гнушаетесь и, соответственно, руководствуетесь им, придерживаетесь классического подхода риск-менеджмента и выработали для себя не просто комфортное, а я бы даже сказал, безопасное плечо, с которым вы каждый раз не перегибаете, открывая тот или иной ордер. Надеюсь, что эти правила выдерживаются, потому что только так мы, будучи фундаменталистами, можем рассчитывать на хорошую, стоящую, своевременную результативную отдачу долгосрочных идей. Потому что долгосрочные идеи, они априори изначально подразумевают то, что не все может пойти сразу так, как нам бы хотелось, то есть по маслу. Поэтому просадки, с ними мы работаем, к сожалению, случаются они довольно-таки часто. Ну и рынок, в принципе, это та система, которая редко движется в одном направлении, даже тогда, когда все, скажем, карты и все аргументы сходятся в пользу той или иной динамики. Друзья, давайте начнем с нефти, как и всегда. 52,56 закрытие прошлого дня, сейчас 52,47. В целом мы видим, как актив продолжает отходить, резонировать от решения ОПЕК прошлого четверга по протению действия политического пакта на 9 месяцев, то есть до марта 2018 года. Мы с вами обсуждали это событие, мы продолжим его обсуждать, потому что оно имеет резонирующий такой эффект долгосрочного характера. И каждый раз, когда будет появляться какой-то новый фундамент, мы все равно должны подразумевать то, что основанием для любого фундамента, последующего для рынка нефти, будет вот это соглашение, поскольку оно изначально преследует такую высокопарную цель – ребалансировать рынок, помочь оптимистам и вернуть цены на черное золото выше тех значений, на которых мы наблюдаем актив сейчас. Но вериться в это очень смутно, потому что мы, как и всегда, зрим в корень, копаем и стараемся видеть не только верхушку айсберга, а сразу исходить из тех рисков, с которыми в целом столкнется сектор в ближайшее время. Конечно же, руководствуясь опытом реакции трейдеров на первое соглашение, можно было бы предположить то, что сейчас актив будет расти. И, возможно, в каком-то формате, в каком-то измерении такой сценарий еще присутствует на рынке. Но то, что мы уже не увидели рост активов по факту достигнутого соглашения и пролонгации контракта – это позитивный момент для «Медведей». Это явное подтверждение того, что в этот раз на соглашение трейдеры отреагировали иначе, нежели чем в прошлый раз. Почему? Да потому что сам факт соглашения не стал тем самым глотком воздуха, на который рассчитывали нефтеоптимисты. А, напротив, стал разочарованием, поскольку до последнего трейдеры надеялись на то, что ОПЕК, видя бесполезность, безрезультатность и неэффективность первого этапа действия энергетического пакта, пойдут на более решительные шаги, агрессивные действия и снизят производство нефтедобычу. Надо помнить на 400-600 тысяч баррелей в сутки. Однако, поскольку этого, друзья, не произошло, значит, снова приходится задача с вопросом, будет ли толк даже от того, что его прожили не на 6 месяцев, а на 9 месяцев. Удастся ли восстановить конъюнтуру, удастся ли сбалансировать рынок, учитываясь, что за первые 5 месяцев этого не произошло, я уже делал акцент на то, что вряд ли эта картина может измениться и чуть позже. Не забывайте про то, что у нас есть очень серьезный медвежий прогноз, и уже подтвержденная, собственно, эта статистика от Международного политического агентства, о том, что сейчас мировые запасы больше, чем на 300 миллионов превосходят среднее значение за последние 5 лет. И за последние 5 месяцев, за тот период, когда соблюдение квот, пусть и на 90%, по ограничению производства должны были снизить и уменьшить, собственно, эти запасы, ничего такого не случилось. Напротив, запасы продолжают расти, поскольку мы знаем о тех регионах, которые используют данное соглашение для блага отношения, собственно, тех объемов добычи, которые показываются по этим регионам, увеличивают производство сырья и, соответственно, еще больше насыщают рынок. Стоит отметить то, что после заседания ОПЕК, конечно же, на передовую, скажем так, фундаментального анализа уходит наша добрая, избитая рядовая статистика. Для рынка нефти это несколько отчетов запаса ОПЕ, отбинэнергозапасы, бензина, нефтепродуктов, собственно, самой нефти, объемы добычи в Штатах. И заключительный отчет каждой недели – это статистика Бейхель-Хьюз по количеству нефтных терминалов. Вот, собственно, на прошлой неделе вы наверняка могли заметить то, что этот отчет снова был в центре внимания, ну, правда, уже не в таком, как обычно, поскольку трейдеры все-таки в пятницу еще пытались торговать соглашение ОПЕК. Но вот по Бейхель-Хьюз, собственно, общее количество терминалов по разведыванию нефти выросло на больше, чем 15 штук. Это общее количество тех терминалов, которые специализируются на сланцевой нефти, их число увеличилось на 2, до 722 штук. Общее количество за последний год выросло на 504 штуки в 2,2 раза. И вопрос риторический, неужели ли Штаты не используют возможности, подаренные сделкой ОПЕК и прочими производителями? Конечно же, используют. Поэтому завтра, точнее, не завтра, отчеты поехали на сутки в рамках недели из-за празднования Дня памяти в понедельник. Я об этом говорил, собственно, по-моему, на брифинге тоже, на вебинаре вчера, правильно, в понедельнике точно говорил об этом. В общем, мы ждем сейчас эту статистику. Я думаю, что в случае роста запасов пусть бензина, пусть нефти и увеличения нефтедобычи в Штатах снова обратят внимание участников рынка на Соединенные Штаты Америки, где объемы добычи уже практически достигли отметки в 9,4 миллиона. Это максимум уже не с середины 2015 года, а с начала 2015 года. И вряд ли картина изменится, поскольку мы видим, опять же, в цифрах, мы видим в количестве у них нефтерминалов то, что тренд восстановительной растущей подобычи сохраняется. Поэтому Штаты у нас в ближайшее время центральный регион. Мы продолжим следить за статистикой и, разумеется, продолжим отслеживать данные по общему перевесу спроса и предложения, которые будут снабжать нас как участников. Ближний Восточный картель, то есть ОПЕК, Администрация энергетической информации и Международное энергетическое агентство. Эти, собственно, отчеты я беру на себя и как только будут актуальны цифры, соответственно, дам вас знать. Собственно, в итоге позиция по нефти у нас короткая по-прежнему. Ждем 50 долларов за баррель, чтобы сразу перейти плавно на рубль. Хочу отметить то, что российская валюта выше сейчас 56,50. Это все равно скромное значение по сравнению с тем потенциалом ослабления, которые есть. Но чтобы не повторяться, сначала давайте дождемся, пока бренд просядет трое 50, чтобы говорить о более высоких горизонтах для пары доллар-рубль. Пока здесь нужно смириться в ожидательной позиции, поскольку трейдеры ждут зеленого света сначала от слабости рынка черного золота. Евро против доллара сейчас снижается 1,1123. В частности, вчера в центре внимания было заседание, точнее, не заседание, а выступление председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Собственно, как и ожидалось, он повторил ровным расчетом все то, что было сказано и обозначено на рынке неделю назад. То есть, восстановительный тренд присутствует, не нужно, скажем, преуменьшать все значимые статистики, то, что возможно, рост экономически будет более серьезным под конец 2017 года. Но Драги снова отметил то, что на рынке, точнее, на европейском, так будет правильно, присутствует все-таки явный прессинг на показатели инфляции, и базовые значения сейчас по тем цифрам, которые видим, остаются крайне сдержанными. Конечно же, очень много было сказано про действующие экономические стимулы, но Драги в очередной раз повторил то, что тот позитив, который сейчас удается показать статистикам на рынке еврозоны по отчетам, по состоянию секторов, да и тот запал, с которым все-таки начал этот год индекс инфляции, это все следствие, опять же, без прецедентов мироэкономического стимулирования. Если бы их не было, не было бы этих показателей. А, соответственно, пока цели не достигнуты, глупо выходить из текущих сверхнизких процентных ставок и, соответственно, очень большой программы количественного смельчения, которая реально уже до невозможности раздула баланс Европейского Центрального Банка. То есть ЕЦБ сохранит прежние стимулы и оставит их неизменными, я думаю, как минимум до середины 2018 года. Как с этим торговать европейской валютой? Долгосрочно, без изменения евро, нужно продавать. Краткосрочно, пока у нас не произойдет оппозиционного слома в настроениях, этого не случилось сейчас, потому что больше 70% по-прежнему участников рынка продают европейскую валюту. Краткосрочно стоит рассчитывать на то, что евро может вернуться в район одного А13 или оказаться даже выше. Но, конечно же, объяснить слабости европейской валюты только тем, что рынок отреагировал на слова, которые слышал и неделю назад, было бы неправильно. Поэтому, друзья, наверное, все-таки здесь есть другая причина локального ослабления европейской валюты. Я думаю, что этой причиной выступила очень громкая статья в немецкой газете Bild по поводу греческого вопроса. Опять же, на подтвержденные источники ссылаются средства массовой информации. И в этой статье сказано то, что Греция притормозила с исполнением своих долговых обязательств, хотя, в принципе, не имела права это делать. Были договоренности с тройкой корриторов, но, судя по последней позиции, которая была озвучена, до тех пор, пока тройка корриторов не предоставит Греции очередного транша, они не смогут рассчитывать на исполнение обязательств по прошлому долгу. Вот такая вот замкнутая кабала. Не знаю, правильно ли поступает Греция. Но, с другой стороны, то, что им прощают все, наверное, жесткая позиция тоже не лишена смысла. Насколько эта история затянется в плане негатива, и действительно ли она является тем самым аргументом, которым можно объяснить о снижении евро, это покажут вас в следующей торговой сессии. Если тема действительно стоящая, мы будем ее дальше обсуждать, поскольку я говорю вам то, о чем говорят на рынке, если на рынке поддержат эту идею, значит, сделаем уже вывод о том, что правильно мы обратили внимание на компенсационный фонд, который, скорее всего, и привел к локальному ослаблению европейской валюты. Говорить о том, что евро снизился, потому что вырос доллар, мы не можем. Потому что вы все прекрасно видели, как на сегодняшней азиатской сессии американская валюта оказалась под серьезным давлением. Поэтому плавно давайте переходить, опять же, к паре с доллар-японской иеной, потому что здесь тоже есть актуальный новостной фонд. Он связан с тем, что этот дуэт активов провалился до двухнедельного минимума. Сейчас котировки 110.93, видели даже локально поменьше. В частности, основная причина давления на доллар и, прежде всего, роста японской валюты – это комментарии Ямангучи, который возглавляет одной из оппозиционных партий в Японии. И эти комментарии касались, опять же, будущей политики, которая будет проводиться Банком Японии. Вы знаете, то, что сейчас японский регулятор возглавляет Курада, который является ярым сторонником идеи Сензе Абе об экономических стимулах, необходимых для разгона инфляции. Полномочия Курады стекают и в апреле, по-моему, или даже чуть раньше, в 2018 года. И вот, судя по комментариям Ямангучи, нас, скорее всего, ждут определенные перестановки кадрового характера в японском регуляторе. И пока, конечно же, человек, ну, фамилию, может быть, в фулуарных руках где-то обсуждается, но я не буду сейчас поддерживать эти байки. Вроде бы как к власти уже монетарного характера могут прийти идеи, которые предполагают выход из программы количественного смягчения, как неработающего механизма, поскольку за последние несколько лет, что действует эта программа, индекс потребительской цены все-таки по-прежнему находятся на крайне низких значениях. Нужны какие-то другие инструменты, которые, возможно, будут задействоваться впоследствии. Ну, в любом случае, это событие такой растянутой перспективы. Сам факт того, что если мы слышим о возможности выхода из сворачиваемой программы количественного смягчения, пусть даже частично по объему, это, конечно же, фактор, который выступает поддержкой для национальной валюты. Вот, собственно, по японской иене мы сегодня этот новостной фонд и вынуждены отыгрывать, хотя успеть присоединиться к этому раллию было практически невозможно, поскольку сначала мы увидели то, что произошло на рынке Форекс, а потом уже у нас была возможность откопать первую причину для подобной динамики. Опять же, друзья, по доллару японской иене не нужно спешить хранить американцев, потому что у доллара много еще фундаментальной поддержки на этой неделе. Собственно, сегодня уже у нас 15.30 более-менее стоящий рис, личные доходы, личные расходы. Это оценка потребительской активности, это, опять же, следствие того, насколько потребители удовлетворены показателями заработной платы, насколько они готовы подстегивать и стимулировать показатели ВВП. Это мы будем анализировать все. Дальше с вами сначала эти отчеты и, собственно, потом у нас индексы производственной активности, индекс разгона инфляции от самого объективного агентства АСМ. И, соответственно, под конец недели у нас статистика по рынку труда, о чем я также говорил, это суперкрутой повод, потому что данные Non-Farm Perils – это один из основных катализаторов для решительности ФРС по поводу процентных ставок. Поэтому по американцу возможно любое снижение, которое сейчас наблюдается, это возможность, простите за токтологию, чтобы купить доллар против иены, против многих других активов по более комфортным значениям. Фонд против доллара. Сейчас котировки 1,2815. Как мы с вами предполагали, Британия снижается. Снижается почему? Потому что вынуждены реагировать на рост беспокойности относительно процесса переговоров по Брекзиту. Брюссель не унимается, требует от Англии выплаты колоссального штрафа в 100 миллиардов евро, как компенсация части налоговых и фискальных обязательств. Терезе Мэй гнет свою линию, считает, что, и уже собственно было обозначено, что не только не собирается удовлетворять данные требования, а вообще готова покинуть переговорческий процесс, если позиция еврогруппы не изменится. Статистика по Англии плохая, в основном, последний ОП. Коридут парламентские выборы 8 июня. И в эти выходные прошел очередной общественный опрос по поводу того, кто же все-таки может одержать победу. Консерваторы либо либористы. И если двумя неделями ранее перевес был в пользу консерваторов больше, чем в 10 голосов, сейчас, соответственно, уже этот перевес сократился разрыв вдвое. Поэтому, видите, были причины, из-за которых настроения таким образом изменились. При их сохранении позиции консерваторов и вовсе могут пошатнуться. Поэтому фунту, скорее всего, придется столкнуться еще и с рисками политического характера роста неопределенности. Я крайне не советую покупать фунт, особенно сейчас, когда все больше внимания уделяется, опять же, политической теме, опять же, процедуре Brexit и прочему негативу. Тем более, друзья, если раньше мы делали ставку на присутствие такого понятия, как рыночное настроение, то, что раньше также была львиная позиция на продажу фунта против доллара, и я касочно допускал то, что фунт может вырасти, то сейчас настроения изменились, и на рынке практически наблюдается баланс. То есть, в такой ситуации нужно обращать больше внимания на фундамент и логично его трактовать. В данном случае фунт нужно, соответственно, продавать. Из важных событий сегодня, друзья, в 15, индекс потребительский 15.00, индекс потребительских цен в Германии, если посмотрите на прогнозы, увидите, что ожидается снижение этого значения. Логично предположить, что действительно, если инфляция просядет по Германии, скорее всего, чуть позже мы увидим такую же слабость в общем отчете индекса потребительских цен по еврозоне. Это негативный фактор для евро и причина слабости, поскольку снова эта статистика будет реанимировать идею контрастности политика и расхождение показателей доходности соответствующих долговых бумаг. Но пока что я не могу как косочно также поставить на снижение евро из-за того, что слишком высока сейчас короткая позиция, поэтому рынок может немного помудрить покататься и отправиться, к примеру, для того, чтобы собрать стопы, расположенные, я думаю, выше отметки 1.13. По американскому фондовому рынку я надеюсь, что вы находитесь в покупках, потому что после праздника, скажем, в памяти выходного дня, так будет правильно, сегодня, соответственно, секция снова будет торговаться. Если американский фондовый рынок, без сомнения, продолжит расти, я думаю, что как и раньше, мы можем нацеливаться на отметку 2.450 пунктов, до нее остается все меньше и меньше. И если мы до нее доберемся, то можно будет даже сквозь пальцы посмотреть на те убытки, которые, к сожалению, нам принесли ряд инвестиционных идей по валютному активу, потому что по американскому фондовому рынку у нас прирост уже больше 10%. Собственно, друзья, на этом все. Если есть вопросы, вы, конечно же, задавайте их на канале на YouTube и, соответственно, на форуме Amatis. Не стесняйтесь, комментируйте, озвучивайте ваши идеи, делитесь взглядами по поводу даже тех активов, которые я не озвучивал. Давайте собственными силами, собственно, расширять наше трейдерское сообщество и наш кругозор. Я думаю, так будет интересно, так будет возможность вовлечь в фундаментальный, не только трейдинг, все большее количество трейдеров. Я со своей стороны буду поддерживать все ваши взгляды и, разумеется, прислушиваться к каждой вашей позиции, потому что только через такой популяризм мнений у нас может выработаться золотая середина, которая и является истиной того, что происходит на финансовых площадках. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии, увидимся завтра в 9.30 по Москве. Всего доброго, до свидания.